Всем привет! Вы на канале Adam's Channel. Сегодня мы поговорим о дорийском ладе. Дорийский лад это натуральный диатонический семиступенный лад минорного наклонения. В свой долгий путь в мире музыки он начал зарождение в античной Греции. Большую популярность получил в средневековой музыке и благополучно дожил и проживает в наше время. Его часто можно услышать в рок, металл-музыке, а также в джазе, блюзе и этнической музыке некоторых народов. Как построить дорийский лад? Дорийский лад можно сыграть на белых клавишах в ортопиано от ноты Ре к Ре, двигаясь вверх или вниз. Есть еще один способ получения дорийского лада. Если сыграть натуральный минор, но с повышенной шестой ступенью, получаем дорийский лад. Благодаря повышенной шестой ступени, дорийский лад окрашивается светлым, торжественным звучанием. Чтобы сыграть дорийский лад от любого звука ноты, нужно знать его формулу тонов и полутонов. От первой ко второй ступени интервал 1 тон. От второй к третьей полутон. От третьей к четвертой тон. От четвертой к пятой ступени тон. От пятой к шестой тон. От шестой к седьмой полутон. И от седьмой к первой снова тон. Теперь рассмотрим, какие трезвучия и септ-аккорды строятся в дорийском ладу. Начнем с трезвучий. На первой ступени у нас получается минорное трезвучие или минорный аккорд. На второй ступени также минорное. На третий мажорный. На четвертый мажор. На пятый минор. На шестой уменьшенное трезвучие. На седьмой мажор. И на первой снова минор. То есть у нас получается на первой, второй и пятой ступени минорные аккорды. То есть минорное трезвучие. На третьей, четвертой и седьмой ступени у нас получается мажорное трезвучие. И на шестой ступени у нас получается уменьшенное трезвучие. Если рассмотрим вот эти аккорды как главные ступени тональности, то мы получаем, что в субдоминанте мажорное трезвучие. В доминанте минорное трезвучие. Ну и атоника минорное. А теперь рассмотрим септаккорды. То есть мы просто добавляем септиму к обычному трезвучию и получаем септаккорд. На первой ступени мы слышим малый минорный септаккорд. На второй ступени также. На третьей мы получаем большой мажорный септаккорд. На четвертой мы слышим доминант септаккорд или малый мажорный. На доминанте у нас получается малый минорный септаккорд. На шестой ступени у нас полууменьшенный. На седьмой снова большой мажорный. И на первой снова малый минорный септаккорд. То есть у нас получается на первой, второй и пятой ступени малый минорный септаккорд. На третьей и седьмой ступени у нас получаются большие мажорные септаккорды. Один доминант септаккорд или малый мажорный на четвертой ступени. И один полууменьшенный на шестой ступени. Послушаем последовательность трезвучий, а затем септаккордов. Итак, друзья мои, сегодня мы познакомились с вами с дарийским ладом. Узнали, как его можно построить от любого звука. Узнали его формулу тонов и полутонов. И, конечно же, какие трезвучия и септаккорды строятся в данном ладу. Используя дарийский лад, вы можете разнообразить вашу музыку, вносить в нее интересные оттенки, настроение, ну и, конечно же, знание о ладах, оно намного расширяет ваши творческие возможности. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь и ждите новых видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!